здравствуйте друзья вы знаете что светлана у нас тоже теперь занимается спортом тоже занимается вместе с юрием спас кукотским единственно что я это делаю в основном хожу в зал вот а светлана делает это прямо дома вот у нас тут есть такая комната довольно большая и даже не знаю сейчас спросим у света какого цвет сколько тут путич сколько метров квадратный в этой комнате 30 квадратных метров комната вот тут мы занимаемся у нас есть давайте я покажу у нас есть лестница вы видите стоит лэптоп и вот там в лэптопе будет юра стоит микрофон который к лэптопу подключен через этот микрофон юра услышит светлана я правильно прямо до света давай разминочку небольшую да вы видите друзья мы вышли вышли на связь сейчас я наведу чтобы видели что там действительно это юрий а не какой-нибудь чужой посторонний дядька да вот все ладно вас вас приветствуют из лэптопа усохший как правильно сказать когда сушку прошел сухой сухой да это значит у нас один блогер значит сухой а я на массе так ну хорошо вот так это выглядит все вы видите они слышат друг друг замечательно значит первое упражнение у нас юрий заказал делать махи ногой значит берется эспандер к нему такая манжетка на ногу цепляется да и все две манжетки как они сразу две машутся не по одной нижним 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 хватом так нижним блоком так отработали можешь ты ж ё-моё ты смотри что творят ты смотри что творят так 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 единственное что чувствуешь себя как бы чувствуешь себя привязанным полностью стряноженом какие слова ты знаешь все это ты смотри какие слова я конечно не претендую за 28 лет не то что ты там в ССР назад делаем, да? да, делаем сначала вбок, потом назад вбок, назад, назад так тяжелее конечно, конечно вы держите носок идеально видимо потому что у нас идеальная репетиция то сегодня у вас техника лучше, чем обычно я напоминаю, что носки тема не менее но я вспомнил со второго раза давай опа смотри как ты держим светку прямо, голову не опускаем да да, очень хорошая очень хорошая запись получается тебе Света сложно, потому что у тебя ноги длинные не спешите работаем на выдох выдох и мах теперь в сторону мах да ты выдох делаешь правильно? ну я смотрю если я вижу какие-то ошибки пока я вижу, что Света все не торопится больше, чем обычно хорошо, Света хорошо выдох и на выдохе поднимается Света давайте пройдем по кругу все упражнения по одном уровне а не по три когда вы отдыхаете вы подготовите присед с помощью верхнего спада это упражнение очень эффективное очень эффективное у нее руки должны быть вытянуты или она должна как-то ими сейчас сейчас руки слегка напряжены у нас идет поддержка у нас идет поддержка отлично отдыхаем, дышим сейчас прогуливаемся по комнате и в качестве отдыха сделаем наклоны в бокс гантели потому что это упражнение со всеми напрягающими вы держите в одной руке 8 паундов Михаил давайте с вами поделись нашими успехами во первых то что у нас увеличились рабочие веса значительно вы понимаете начинали с самых маленьких гантелей сейчас уже используем иногда даже и по 15 паундов гантелей вау это про тебя речь идет нет это же правда что речь идет нет это про вас вы сделаете ты делай упражнение это про тебя держать Света я и 25 делаю нет 10 паундов делаем вот сейчас следующим упражнением мы сделаем ну согласитесь что 10 паундов это уже не для не для девушки не для слабаков а что мы делаем с этой румански тебя просто наклоняться прямая спина прямые ноги почти прямые спина идеально прямая голова вверх на плот просто на плот вот и в этом упражнении хочу похвастаться Михаилу у Светланы всегда очень хорошая техника она держит осанку великолепно у нее отличная амплитуда вообще я хотел сказать что я доволен техникой но самое большое наше достижение Миша это что у нас появилось пропало обращение к спорту в начале болели мышцы первая тренировка закончилась сильной болью во всем теле мы сделаем жир на наклонной скамеи на выдох раз лопаточки сходятся два отлично три три и в этом упражнении мы берем и восемь тоже планты сегодня с пяти начинаем четыре на выдох отлично и выдох легче побыстрее вниз по методе вверх побыстрее я уже сам выдыхаю прямо вместе со Светой ну что Света смотрим на тебя сбоку так мы делали на обоих мячах упражнения так но я мне так показалось как я что Свету если на меньшем я медреудобнее большинство движений да Свет но мы еще не так много протековались мы их только внедрили для занятия и а вот это пресс понимаю а насколько ей нужно отклоняться назад ни в коем случае не до параллели с полом не до параллели а вот голову она должна вперед вот именно да если мы будем голову отклонять назад ничего хорошего не у нас и у нас только уменьшится нагрузка на пресс и увеличится нагрузка на шею давайте для отдыха вот это да вот так давайте это это сама подготовим упражнение так ну чтобы уже не вставать уже сел и сидел хорошо да какой лучше отлично это все запускается тяга гантелей стоя тяга гантелей стоя спина прямо наклонись осталась наклонись так смотри идеальная ровная спина локти прижат ты тянешь да вдоль ног по бокам от ног тянешь локти в сторону не раздумывай нормально хорошо локти на месте стоят это только а вот вы нам расскажите то есть фактически речь идет о том чтобы присесть а что она без мяча не могла присесть что ей мяч то а это сложнее а понимаете с мячом было ощущение с мячом и ощущение и другой эффект или что а а ты можешь попробовать присесть хотя бы не нет ты давай упражнение делай ты сделала да 8 раз отлично давайте еще 2 и заканчиваем давай еще 2 давай еще 2 давай это бонус это бонус а теперь ты попробуй просто хочется чтобы ты испытал ты хочешь на меня ну пожалуйста потому что я мальчик а что мальчики не приседают с мячом не знаю положи под поясницу пониже немножко там где выемка поясницы ну и все ноги ноги расставь пошире ну и все и приседает только голова к верху а работаем великолепно михаил постепенно увеличим глубину упираемся в мяч делаем как вы себя чувствуете кайф отлично очень хорошо а ты вот и говоришь что попробуй без мяча так не сядешь вообще ну хорошо ли ты мне понравилось а попробуй без мяча сесть это не надо меня гонять но если вы умеете делать или это в принципе любой тренер умеет делать что именно получать удовольствие от спорта я думаю что все люди которые регулярно занимаются спортом мне кажется что они не должны получить удовольствие нет нет я имею ввиду но 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 вы не поняли вопрос вопрос такой я не это имела ввиду я имела ввиду вот что Человек, который никогда в жизни не получал никакого удовольствия, а только одно расстройство, занятие спортом Только вы его можете переключить в состояние получения удовольствия, или в принципе любой тренер может Вот о чем я говорю, человек, который никогда вообще не знает, что это такое К сожалению, 90% тренеров вообще ничего не может Я не знаю, чем это объяснить В основном у нас, когда я подготавливаю тренеров, их подготавливают учить людей вести здоровый образ жизни То есть ходить в зал, двигаться, просто двигаться Их не учат работать на результат Не учат, подход к человеку тоже не каждый тренер может найти Я не хочу ругать людей, но я не могу вам пообещать, что каждый поможет Это как, вы знаете, программисты, которые сайты делают Программистов много, хороший сайт Или фотографы Фотографов много, да? А хорошую фотографию не каждый сделает Дело не в том, что яхо там какой-то особенный Дело в том, что просто многие люди не имеют способностей Миша, когда начал худеть, креять вес, да? Он, естественно, начал выпадать из своей одежды, из рубашек, из жилеток И мы уже думали, все, надо просто менять визг А тут он накачался и опять врос во все Вот, и он врос и был очень счастлив, потому что у него дорогие жилетки эти Вот, и там по 400 долларов каждая штучка И так он в них врос, и очень стало отлично, что они теперь хорошо сидят на нем Я говорю, вот вы находились на сушке А вы тоже стали выпадать из своих вещей? Да, у меня два комплекта вещей На сушку и на ушки Вау! Ну хорошо, спасибо большое Ладно, Света, друзья, я заканчиваю нашу съемку Все, вот Светлана с вами прощается И Юра тоже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому